Программа подготовлена при поддержке работников камеры, акул, пера и мастеров клавиатуры и кнопки. Здравствуйте! В эфире экстренный выпуск Восточного Экспресса. И начнем с сенсационной новости. Сегодня наша компания отдает в хорошие, надеемся, руки одного из лучших своих операторов. Дорогие молодожены, мы желаем вам жить на полную катушку. Наталья всегда чувствует к себе рыцарского отношения, а Александру – королевское обслуживание. Ремонт окончен, но ямы остались. Об этом я расскажу в новостях. А сейчас, пользуясь эфирным временем, хочу поздравить вас, Саша и Наташа. Хочу пожелать вам, чтобы на вашем совместном жизненном пути никогда не встречались преграды. Ровных вам дорог и берегите друг друга. Труп женщины был найден вот под этим деревом. Окровавленное тело... Ника! Ой, извиняюсь. Дорогие Александр и Наталья, желаю, чтобы в ваш дом никогда не стучался участковый, чтобы никогда не останавливали сотрудники ГАИ на дорогах, и вы никогда не обращались в полицию. Счастья вам! Ну, пожелания... Желаю любви. А, да просто совет да любовь. А давай еще раз. Телекомпания «Арикус». Здравствуйте. Да, это рубрика додать дежурного по городу. Ой, извините, пожалуйста. Мне нужно поздравить своего сотрудника с днем свадьбы. Пусть ваша семейная жизнь всегда будет интересна, разумна и радостна. Примите этот поздравок как талисман для жизненных дорог. Здравствуйте, Наталья и Александр. Здравствуйте, дорогие гости. Это программа «Точка зрения». Я хочу сказать, что есть такая точка зрения. Хорошее дело браком не назовут. Я желаю вам, чтобы вы на практике доказали несправедливость и необоснованность данной точки зрения. Дорогие Саша и Наташа, я вас поздравляю, любите друг друга и пусть ваши отношения будут такими же теплыми, как в первые дни знакомства. Встретив свою возлюбленную Наталью, он понял, что это навсегда. Александр и Наталья, я, Анатолий Воронов, на фоне этих гаражей, а не фото обоев, поздравляю вас с вашим бракосочетанием. А сейчас в эфире программа «Вся Бурятия». И мы не знаем, что и кому рассказывать о новостях республики, потому как буквально вся Бурятия собралась на свадьбе Александра и Натальи. А, да, Саша, и не забудь, пожалуйста, что у нас сейчас острая нехватка операторов. Александр и Наташа, от нашей семьи со стажем мы желаем вам... Счастья. Любви в Кубе. Удачи во всех делах. Детишек, похожих на вас, еще умнее, еще веселее, еще бодрее, еще здоровее. И чтобы все у вас было всегда, только на пять с плюсом. Горько. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Прослушайте прогноз погоды на пятницу, 20 сентября. Алекс и Наталья, я желаю вам яркого солнца и ясного неба над вашим домом. Пусть в ваших сердцах всегда горит огонь любви. И помните, главнее всего погода в доме. Будьте счастливы! Преобразись в телеэфире. Проект «До и после» начинает новый сезон. По-новому автор обещает настоящее шоу-перевоплощение. Сейчас выбирают героинь для будущих программ. Ну а бессменный оператор проекта «До и после» Александр Намжелон свою героиню уже нашел. И я рада приветствовать молодоженов. Саша, поздравляю тебя с тем, что статус холостяка навсегда остался в прошлом. А Наташу поздравляю с правильным выбором. Береги нашего Сашечку, а мы постараемся поменьше загружать его. Поработай! Итак, что называется без отрыва от производства. Дорогие наши Сашенька и Наталья, я сердечно вас поздравляю с вашим замечательным днем любви. Чтобы у вас всегда все складывалось, как на картинке в замечательном кинофильме. А Саша Намжелон, Наталья, тебе в этом поможет. Ну а ты его береги и придумывай ему замечательный сюжет для вашей жизни. А кто снимает? Ну просто вот интересно, а кто снимает свадьбу? Наверное, сам Александр Сергеевич? Нет? О, я смотрю, да вы там все в джинсах что ли сидите? Ха-ха-ха. ПОДПИСЫВАЦИИ! ПОДПИСЫВАЦИ! ПОДПИСЫВАЦИИ! ПОДПИСЫВАЦИИ! Продолжение следует...